Продолжение следует... Продолжение следует... Энергия человечества, все его деспотичные слабости идут перед убогой хозяйкой нашей полной слез долины, и с косой в руке эти неутомимые труженики пожинают свой неизменный урожай. Эта королева стара, как время, а ее скелет упрятан под остатками женской красоты, которую она отнимает у молодости и любви. Ее кормовое весло украшено безжизненными локонами, не принадлежащими ей. Похитительница увенчанных голов, она украшена добычей, снятой с королев, начиная от локонов береники, усыпанных звездами, и заканчивая прядью не от возраста побелевших волос, срезанных палачом солба Марии Антуанетты. Ее мертвенно-бледное, окоченевшее тело облачено в причудливые деяния, изношенные, продуваемые ветром лохмотья. Ее костлевые руки, усыпанные кольцами, удерживают диадемы и цепи, скипетры, искрещенные берцовые кости, драгоценные камни и пепел. Двери перед ней открываются сами по себе, она просачивается сквозь стены, она проникает в опочивальник королей, она застает урасплох вымогателей во время тайных ордий. Она усаживается за их стол, разливает им вино, скалится в ответ на их песни, лишенным десен ртом. Занимает место развратных куртизанок, скрытых за своими занавесками. Она наслаждается, паря над спящими сластолюбцами, она ищет их ласки, как будто надеясь согреться в их объятиях, но вместо этого замораживает все, к чему прикасается. И никогда чувства не воспламеняют ее. Временами наоборот, кто-нибудь может подумать, что она охвачена безумием. Она больше не вышагивает степенно. Она бежит. Если ее ноги слишком медленны, она пришпоривает блеклую лошадь и напирает на затаившее дыхание толпу. Убийство сопутствует ей на боевом коне, встряхивая своими космами из дыма, а перед ней летит огонь на багряных крыльях. Голод и чума следуют за ней на больных и изможденных лошадях, тщательно подбирая оставшиеся от ее урожая колоски. За этой погребальной процессией следуют двое маленьких детей с улыбками на устах. Воплощение жизненной силы, разума и любви наступающего столетия. Двойственный гений обновленного человечества. Тени смерти сворачиваются перед ними, подобно ночи, отступающей перед утренней звездой. Проворными шагами они скользят по земле, и обеими руками щедро сеют надежду. Смерть больше не придет, безжалостная и ужасная, чтобы скосить, как сухую траву, спелые ростки нового века. Она уступит место ангелу прогресса, который освободит души от смертельных цепей так, что они смогут открыться Господу. Когда люди узнают, как жить, они больше не будут умирать. Они станут подобны гусеницей, превращающейся в великолепную бабочку. Ужас и смерть — это дочери безразличия. А смерть сама по себе славит отвратительное лишь из-за того мрачного вздора, который сопутствует ее образу. В действительности смерть — это родовые схватки новой жизни. В природе существует такая сила, которая не умирает, и эта сила постоянно преобразует существа, чтобы сохранить их. В этом и заключается великий разум и слово природы. Человеку также присуща подобная сила, и она является разумом или словом человека. Слово человека — это выражение его воли, направляемой разумом, и поэтому оно подобно слову самого Бога. Благодаря слову разума человек становится завоевателем жизни, способным восторжествовать над смертью. Жизнь человека является либо творчеством, либо неудачей его слова. Человеческие существа, которые, прожив жизнь, так и не поняли и не сформулировали слово разума, умирают, лишенные вечной надежды. Чтобы устоять перед иллюзией смерти, мы должны отождествлять себя с реалиями жизни. Имеет ли значение для Бога каждый случай выкидыша, если Он знает, что жизнь вечна? Значит ли что-нибудь для природы безрассудная гибель, если никогда не гибнущий разум все еще владеет ключами смерти? Справедливая и ужасная сила, постоянно разрушающая выкидыши, была названа иудеями Самаэль, другими обитателями Востока — Сатана, а латининами — Люцифер. Люцифер Каббалы — это не заблудший и свергнутый ангел, а ангел, просвещающий, возрождающийся в огне, который принадлежит к ангелам мира, как комета принадлежит к слабым звездам весенних созвездий. Прекрасна звезда, излучающая покой. Она пьет небесный нектар и взирает с любовью на своих сестер. Облаченная в сверкающее деяние, с увенчанным бриллиантами лбом, она улыбается, когда поет свою утреннюю и вечернюю песнь песней. Она наслаждается вечным покоем, который ничем не может быть нарушен, и сонно движется вперед, не отклоняясь от пути, предначертанного ей среди стражей света. Но скитающаяся комета с зерошенным и кровожадным видом торопливо выныривает из глубины небес и бросается поперек мирных сфер, как боевая колесница между рядами процессии висталок. Она отваживается подняться навстречу горящим копьям солнечных стражей. И, подобно понесшей тяжкую трату супруги, которая ищет мужа в своих снах вдовьими ночами, она проникает даже в святая святых бога дня. Снова она исчезает, выдыхая огонь, который ее же поглощает. И, волоча за собой широкий шлейф пожара, звезды бледнеют при ее приближении. Собранные созвездия, миром пасущиеся на цветах света, на обширных небесных лугах звезды, кажется, спасаются бегством от ее ужасного дыхания. Собирается большой совет сфер, и наступает вселенское цепенение. Наконец, самая прелестная из постоянных звезд уполномочена говорить от имени всего небесного свода и предлагает мир безрассудному скитальцу. Сестра моя, так она начинает, почему ты нарушаешь гармонию сфер? Какое зло мы причинили тебе? И почему, вместо того, чтобы сумасбродно блуждать, ты не выберешь себе подобающее место при дворе короля солнца, подобно нам? Почему ты не поешь вместе с нами вечерний гимн, одев, как и мы, белое одеяние, скрепленное на груди бриллиантовой пряжкой? Почему в беспорядке вьются твои локоны, и, покрывшись горячей испаренной, ты мчишься сквозь мглу ночи? О, если бы ты смогла занять свое место среди дочерей небес, насколько бы прекрасней ты была! Твое лицо перестало бы пылать от неимоверного напряжения твоих неслыханных полетов. Твои глаза прояснились бы, твоя улыбка заиграла бы, как у твоих сестер. Все звезды знали бы тебя и не опасались бы твоего появления, а радовались при твоем приближении. И тогда, покорившись неизменным законом вселенской гармонии, ты стала бы одной из нас, и твое мирное существование влилось бы еще одним голосом в песнь вечной любви. А комета отвечает постоянной звезде. Поверь же, о, моя сестра, что мне разрешено блуждать, где я захочу, и нарушать гармонию сфер. Господь определил мой путь так же, как и твой, и лишь тебе он кажется неверным и извилистым, потому что твои лучи не могут проникнуть достаточно далеко, чтобы принять окружность эллипса, который был определен для моего курса. Мои пылающие волосы — это, Господень, сигнальный огонь. Я посланница солнц. Я постоянно черпаю свою силу в их обжигающих лучах, так что я могу делиться ей во время моего путешествия как с молодыми мирами, которые еще не имеют достаточно тепла, так и со старыми звездами, остывающими в своем одиночестве. Если я утомлюсь в долгом пути, если моя красота станет более мягкой, чем твоя, и если мое одеяние будет чистым, разве стану я тогда достойной дочерью небес, хотя бы такой, как ты? Оставь мне тайну моей ужасной судьбы, оставь страх, который окружает меня. Прокляни меня, даже если не можешь понять, я не перестану выполнять свою работу и продолжу дело своей жизни под влиянием дыхания Господа. Счастливы звезды, которые отдыхают, которые сияют, подобно юным королевам в мирном обществе Вселенной. Я объявленный вне закона местный скиталец, владение которого — бесконечность. Они обвиняют меня в том, что я несу огонь планетам, тепло которых я возрождаю. Они обвиняют меня в том, что я навожу ужасно звезды, которые освещаю. Они упрекают меня в том, что я нарушаю вселенскую гармонию, потому что я не вращаюсь вокруг их центров, хотя я объединяю их одну с другой, направляя свой пристальный взгляд к единственному центру всех солнц. Так что не сомневайся, о, прекраснейшая, постоянная звезда! Я не буду затмевать твой мирный свет. Скорее, я отдам тебе свое тепло и свою жизнь. Я исчезну с небес, когда я истрачу себя. И мой роковой конец будет достаточно славным. Знай, что пламя, возгорающее в храме Господнем, несет ему славу, будь то свет золотого канделябра или пламя жертвоприношения. Пусть каждый из нас выполняет свое жертвоприношение. Произнося эти слова, комета исчезает в бесконечном пространстве, распустив свои огненные волосы, и создается впечатление, что она пропала навсегда. Затем в аллегорических повествованиях Библии появляется и исчезает сатана. Итак, был день, говорится в книге трудов, когда сыновья Господа пришли, чтобы предстать пред своим господином, и среди них был сатана. И Господь сказал сатане, «Зачем пришел ты?» Тогда сатана ответил Господу, «Потому что я хожу взад и вперед по земле, поднимаюсь и спускаюсь на нее». Гностическая доктрина, найденная на Востоке нашим знакомым путешественникам, объясняет происхождение света с точки зрения, выгодной для Люцифера. Самосознающая истина есть живая мысль. Истина есть мысль сама по себе, а сформулированная мысль есть речь. Когда вечная мысль пожелала иметь форму, она сказала, «Да будет свет!» Мысль порождает слово, «Да будет свет!» Потому что слово само есть свет разума. Несозданный свет, который является воплощением божественного слова, горит, поскольку желает быть видимым. Тогда Господь сказал, «Да будет свет!» Был создан разум и появился свет. Затем разум, сотворенный дыханием Господа, принял форму сияющего ангела, которого небеса приветствовали под именем Люцифер. Разум пробудился и осознал всецело свою природу через высказывание божественного слова. «Да будет свет!» Он почувствовал себя свободным, так как Господь призвал его к бытию, и с поднятой головой и с распростертыми крыльями воскликнул, «Я не буду рабством!» «Тогда ты будешь страданием!» Сказал несозданный голос. «Я буду свободой!» Ответил свет. «Гордость совратит тебя!» Сказал высший голос. «И впредь ты будешь нести смерть!» «Я борюсь со смертью для того, чтобы завоевать жизнь!» Снова промолвил созданный свет. Вслед за тем Господь испустил из своей груди сияющий шнур, которым лишил свободы прекрасного ангела, и, удерживая его, ринулся сквозь ночь, которую тот бороздил со славой. Он полюбил порождение своей мысли и молвил с улыбкой. «Как прекрасен был свет!» Господь не создавал страдания. Разум принял его, чтобы стать свободным. И страдание стало условием, наложенным на свободу бытия им, единственным, единственным, кто не ошибается, так как он бесконечен. Сущностью разума является суждение, а сущностью суждения — свобода. Глаз не может в действительности видеть свет, не имея возможности открываться и закрываться. Если бы он возжелал быть постоянно открытым, то стал бы рабом и жертвой света, и утратил бы способность видеть, дабы избавиться от мучений. Таким образом, счастье разума не в том, чтобы утверждать Бога, а в свободе отрицать его. Итак, разум, который отрицает, неизменно что-нибудь утверждает, поскольку это свидетельствует о его свободе. Вот почему именно с этой точки зрения богохульства прославляет Господа, а ад необходим для блаженства небес. Если бы свет не отталкивался тенью, не существовало бы видимых форм. Если бы первые ангелы не столкнулись с глубинами тьмы, то созидательная работа Бога не была бы завершена, и не было бы тогда различия между созданным и основным светом. Никогда разум не познал бы милосердие Господнего, если бы не потерял его. Никогда бесконечная любовь Господа не засияла бы в радости его прощения, если бы блудный Сын Небес не покинул дома Отца Своего. Тогда все было светом. Света не было нигде. Он наполнял грудь Бога, который трудился, чтобы нести его вперед. И тогда он сказал, да будет свет! Он тем самым позволил тьме оттолкнуть свет, и Вселенная вышла из хаоса. Бунт Ангела, который с самого начала отверг рабство, стал сущностью равновесия мира. Вселенная восхищалась этой любовью к свободе, которая заполнила пустоту вечной ночи и выдержала гнев Господа. Но Бог не может ненавидеть достойнейшего из Своих детей. И Он испытывает его своим гневом только для того, чтобы поддержать его своей властью. И также само Слово Господа, как будто ревнуя к Люциферу, пожелало спуститься с небес и пройти с триумфом сквозь тени ада. Оно пожелало быть запрещенным и проклятым. Люцифер предвидел тот ужасный час, когда будет кричать, сотрясаясь в судорогах агонии. Господи! Господи! Почему Ты покинул меня? Подобно утренней звезде, предвещающей восход солнца, мятеж Люцифера стал предвестником грядущего воплощения Господа. Возможно, Люцифер своим падением в бездну породил мириады звезд, которые зажгли в лучах его славы. Возможно, наше солнце является таким же демоном среди звезд, как Люцифер, звездой среди ангелов. Несомненно то, что именно по этой причине оно так спокойно взирает на ужасные муки человечества и долгую агонию земли, потому что оно свободно в своем одиночестве и сияет своим светом. Таковы были наклонности ересиархов ранних веков. Некоторые, подобно Афитам, поклонялись демону в образе змеи. Другие, подобно Каенитам, оправдывали бунт первого ангела и мятеж первого убийцы. Все эти ошибки, все эти призраки, все эти ужасные идолы анархии, которые Индия противопоставила своих символах магическому Тримурти, нашли священников и поклонников в христианстве. Демон не упоминается нигде в Библии. Аллегорическая змея обманывает наших первых родителей. Вот традиционный перевод Святого Писания. Итак, змея была более хитрой, чем кто-либо из зверей, которых создал Господь Бог. Но вот что говорит Моисей. Мы приводим версию перевода Фабра де Оливе. Естественное притяжение, вожделение, было страстью, влекущей за собой всю примитивную жизнь, внутренняя деятельность природы. Таким образом, слово, произнесенное Моисеем, прочтенное сознанием символики Каббалы, дает описание и определение магического всеобщего посредника, представленного во всех теогониях в виде змеи. Этому посреднику иудеи дали имя Од, когда он демонстрирует свою активную силу, когда он представляет свою пассивную силу Об, или Аор, если он проявляет себя полностью в своей уравновешенной силе, как творец света на небесах, и золото среди металлов. Именно поэтому старая змея обвелась вокруг Мирта и положила свою алчную голову у ног девственницы, которая является символом посвящения. Девственницы же показывает новорожденного ребенка павшим нитц с трем магом и принимает от них в обмен на ту милость золото, мир и ладан. Таким образом, доктрина служит всем иерархическим религиям, чтобы сокрыть возможности естественных сил, которые имеют в своем распоряжении посвященных. Религиозная формула состоит из этих слов, полных таинственности и силы, которая заставляет богов спуститься с небес и подчиниться воле людей. Иудеи заимствовали свои секреты у Египта. Греция послала своих жрецов, а затем и своих теософов в школу великих пророков. Рим Цезарь, изрытый катакомбами, обрушился на церковь, и символика была восстановлена из остатков всех культов. Согласно Евангелию, посвящение, провозгласившее в дальнейшем власть Христа, было написано по-иудейски, по-гречески и на латыни, и стало выражением всеобщего синтеза. Эллинизм, это великая и прекрасная религия формы, на самом деле вещала о природе спасителя не менее активно, чем пророки иудаизма. Легенда о психее, это ультрахристианская абстракция. И культ пантеонов, после восстановления его Сократом, подготовили алтари для того единого Бога, хранителем которого стал Израиль. Но синагога отказалась от своего мессии, и иудейские письмена были сокрыты от затуманенных глаз иудеев. Римские гонители клеймили эллинизм, и он не мог быть восстановлен притворным воздержанием философа Юлиана по прозвищу возможно несправедливому отступник, поскольку его христианская вера никогда не была искренней. Далее последовало невежество средних веков, противопоставлявшее святых и девственниц богам, божествам, нимфам. Глубокий смысл тайн эллинов был доступен менее, чем когда бы то ни было. Греция не только растерла традиции своих древних культов, но отделилась от латинской церкви, и таким образом для глаз латиниан стали недоступны греческие письмена, а для глаз греков латинские. Надпись на кресте спасителя совершенно стерлась, и остались лишь таинственные начальные буквы. Но когда наука и философия, примирившись с верой, объединят все разнообразные символы, тогда в памяти людей восстановятся великолепные старинные обряды, свидетельствующие о прогрессе человеческого разума в интуитивном постижении света господнего. Но из всех форм прогресса наиболее великой будет та, которая, возвращая ключи природы в руки науки, навсегда пленит отвратительный призрак сатаны и, объясни, все непонятные явления разрушат империю пережитков и глупого легковерия. Выполнению этой работы мы посвятили свою жизнь и даже готовы отдать ее ради самых трудных и сложных исследований. Мы должны освободить алтари путем свержения идолов. Мы желаем, чтобы человек разума снова стал жрецом и королем природы. И мы должны сохранить при помощи толкования все образы всеобщего святилища. Пророки говорили притчами, потому что восприятие провидца — это чувство гармонии или чувство всеобщих аналогий. Оно всегда образно. Принятые дословно простонародним, эти образы превратились в выдолов или непостижимую тайну. Обобщенные и упорядоченные образы легли в основу символики. Таким образом, символика исходит от Бога. Тем не менее, она может быть сформулирована людьми. Откровения сопровождали человечество на протяжении веков, трансформируясь в соответствии с человеческими склонностями, но всегда выражали все ту же истину. истинная религия одна, ее догмы просты, но охватывают абсолютно все. В то же время огромное разнообразие символов превратилось в книгу девизов, обязательных для воспитания человеческого духа. Гармония внешней красоты и поэзия формы должна открыть Бога новоявленному человечеству. Но вскоре Венера получила себе в сопернице и психею, и психея очаровала любовь. Вполне закономерным оказалось то, что культ формы вынужденно уступит место амбициозным мечтам, увенчавшим красноречивую мудрость Платона. Все это было естественным и нормальным развитием божественной жизни человечества, так как Бог это душа всех душ, тот недвижный центр, к которому притягивается все мыслящее. Человеческий разум уже пережил свою утреннюю зарю. Его день на подходе, а вслед за ним последует угасание. Но Бог останется неизменным. Жителям земли кажется, что полная силы солнца восходит утром, сияет в полную силу в полдень, а вечером изнуренный уходит на отдых. Несмотря на это, именно земля вращается, в то время как солнце остается неподвижным. Следовательно, веря в человеческий прогресс и в неизменность Бога, свободный человек уважает религию в ее прошлых формах и поносит Юпитера не больше, чем Иегову. Предостерегите властителей мира. Скажите кесарям, что их власть под угрозой. Кто угрожает ей? Нищий, не имеющий камня, чтобы подложить под голову. Человек из народа, обреченного на смерть в рабстве. Какое оскорбление или безумие? Это не имеет значения. Кесари приводят в боевую готовность все свое войско. Кровавые дикты объявляют незакон беглеца. Обсюду возведены эшафоты, открытые амфитеатры, заполненные львами и гладиаторами. Пылают погребальные костры, льются потоки крови. И кесари, уверенные в своей непобедимости, отваживаются добавлять другое имя тем, кого перечисляют среди своей добычи. Затем они умирают. Их собственный апофеоз развенчивает богов, которых они защищали. Ненависть мира объединяет Юпитера и Нерона в общем презрении. Храмы, превращенные в склепы, рушатся на объявленный вне закона пепел, на останки идолов, на разваленной империи. И только он, тот, кому кесари бросили обвинения, за которым следовало столько спутников, которого пытало такое множество палачей, только он живет, только он царствует, только он торжествует. Несмотря на это, его ученики вскоре злоупотребят его именем. Гордыня войдет в святилище. Те, которые должны были принести весть о его воскрешении, попытаются увековечить его смерть, так что они смогут питаться, подобно воронам его постоянно восстанавливающейся плоти. Из того, чтобы подражать ему в его святости и проливать кровь за своих детей в вере, они лишат его свободы в Ватикане, и он подобится другому, прикованному на Кавказе, и станут они стервятниками этого божественного Прометея. Но какое значение имеет их дурной сон? Они могут пленить только его образ, он же сам свободен и полон сил, он шествует от изгнания к изгнанию, от завоевания к завоеванию. Можно связать человека, но невозможно пленить слово Господа. Речь свободна, и ничто не может прервать ее. Она осуждает безнравственных, и поэтому они стараются заглушить ее. Но смертными являются именно они, а слово истины остается судить память о них. Орфей мог быть нанят жрецами вакха, Сократ мог залпом осушить чашу с ядом, Иисус и его апостолы могли погибнуть в немыслимых муках, Янгус и Ироним из Праги и огромное количество других героев было сожжено. Святой Орфоломеи и Сентябрьская резня поочередно настигали свои жертвы. Казаки, кнуты, сибирские пустыни все еще находятся в распоряжении русского императора. Но дух Орфея, Сократа, Иисуса и всех мучеников будет всегда жить среди их умерших преследователей. Среди разлагающихся порядков и рушащихся империй. Это Святой Дух, Дух единственного Божьего Сына, которого Святой Иоанн представил в своем апокалипсисе, стоящем между золотыми канделябрами, потому что он является центром всего мира, держащим всем звезд в своей руке, как семена новых небес, и посылающим вниз на землю свою речь, изображенную символом обоюда острого меча. Тогда упавший духом мудрец спит в ночь сомнений, а Дух Христа восстает и бдит, когда народы, утомленные трудами, совершаемыми для их освобождения, ложатся и засыпают на своих цепях. Дух Христа восстает и протестует, когда слепые фанатики бросают себя в пыль старых храмов, Дух Христа восстает и молится, когда сильный становится слабым, когда добродетель подкупается, когда все гнется и опускается в поисках постыдных пастбищ, Дух Христа восстает, устремив пристальный взгляд в небеса и ожидая часа своего Отца. Древние маги были священниками и королями, и приход Спасителя был предсказан им звездой. Эта звезда была магической пентаграммой, на каждом конце которой начертана священная буква. Это символ разума, который управляет при помощи объединенной силы четырех элементарных сил. Это пентаграмма магов, сияющая звезда детей Хирама, прототип уравновешенного света. По направлению к каждому из этих концов поднимается луч света, излучающий силу. Она представляет собой великий и верховный анатор природы, которым является тело человека. Магнетическое влияние заканчивается двумя лучами, идущими от головы, каждой руки и ноги. Положительный луч уравновешен отрицательным. Голова соотносится с двумя ногами, каждая рука с рукой и ногой. Каждая из двух ног с головой и одной рукой. Этот направляющий знак уравновешенного света представляет собой дух порядка и гармонии. Это знак всемогущества мага. И поэтому, если он разбит или несправильно написан, то становится звездным искажением, ненормальным или неподдающимся управлению астрального света, и, следовательно, околдованностью, извращением, безумием, словом, всем тем, что маги называют печатью Люцифера. Существует и другая печать, которая также символизирует таинство света, а именно печать Соломона. Восставшие духи удерживаются предъявлением пятиконечной сияющей звезды или печати Соломона, потому что каждая несет им доказательства их безрассудства и грозит им единоличной властью, которая станет мучить их, призывая к порядку. Ничто не терзает так сильно, как доброта. Ничто так неотвратительно для безумия, как разум. Но если невежественный оператор пользуется этими знаками, досконально не разбираясь в них, он употребляется слепцу, читающему лекцию о свете, слепым, или неграмотному человеку, обучающему детей читать. Когда слепец ведет слепца, сказал великий и божественный жрец, оба падают в яму. А теперь, дабы подвести итоги сего пространного вступления, несколько слов в заключении. Если бы вы были слепы, как самсон, разрушая опоры храма, то его руины обрушились бы на вас. Чтобы повелевать природой, мы должны быть сильнее природы, сопротивляясь ее притяжению. Если ваш мозг будет полностью свободен от предубеждений, предрассудков и недоверия, вы будете управлять духами. Если вы не подчинитесь слепым силам, они будут вам повиноваться. Если вы будете мудры, как Соломон, вы выполните работу Соломона. Если вы будете святы, как Христос, вы выполните работу Христа. А для того, чтобы направлять луч неустойчивого света, мы должны утвердиться в постоянном свете. Чтобы повелевать стихиями, мы должны господствовать над их проявлениями. Ведь вместо того, чтобы безрассудно отважиться, мы должны знать. Вместо того, чтобы хотеть, мы должны отважиться. Мы должны желать, чтобы овладеть империей. А для того, чтобы царствовать, мы должны хранить молчание. Глава первая Приготовление Каждое невоплощенное намерение это пустое намерение и речь, выражающая его тщетная речь. Действие становится действием лишь тогда, когда оно определяет волю. Поэтому, как говорится, в священных и символических книгах, люди будут судимы не по их мыслям и намерениям, а по их делам. Для того, чтобы быть, мы должны действовать. Уже наступило время, когда необходимо говорить о магических работах. Мы больше не будем останавливаться на теориях и абстракциях. Мы коснемся реальности, и мы вложим чудесный посох в руки посвященного, говоря ему в то же время. Не довольствуйся тем, что мы скажем тебе. Действуй самостоятельно. Мы должны теперь иметь дело с деятельностью относительно всемогущества, завладев великими секретами природы и принудив ее служить просвещенной и несгибаемой воле. Наиболее известными магическими ритуалами являются либо мистификации, либо загадки. И мы близки к тому, чтобы впервые за столько веков сорвать завесу с оккультной таинственности. Вот рассуждения, в которых мы должны черпать силу и мужество, дабы встретиться лицом к лицу со всеми опасностями этого рискованного предприятия. Магическая работа — это совершенство неестественной силы, но силы более высокой по отношению к обычным явлениям природы. Она является результатом науки и практики, которые поднимают человеческую волю над ее нормальными границами. Сверхъестественное — это тоже естественное, но в экстраординарном состоянии или верховное природное. Чудо — это явление, производящее впечатление на толпу, благодаря своей неожиданности. Удивительное — это то, что удивляет. Чудеса — это эффекты, поражающие того, кто не сведущ в их природе. Чудеса существуют только для невежественных, но поскольку едва ли у человечества существует какая-либо абсолютная наука, сверхъестественное еще вполне может быть достигнуто. И так несомненно во всем мире. Позвольте нам начать заявление, что мы верим во все чудеса, потому что на личном опыте убедились в их реальности. Конечно, существуют еще такие чудеса, которые мы не можем объяснить, но мы воспринимаем их как не менее объяснимые. От большего к меньшему, от меньшего к большему. Результаты относительно строги. Но для того, чтобы сделать чудо, мы должны быть вне нормальных условий человечества. Мы должны быть либо отвлечены мудростью, либо возбуждены безумием, либо быть выше всех страстей, либо оставаться вне их, чего можно достигнуть состоянии экстаза или безумия. Таково первое и наиболее необходимое приготовление оператора. Отсюда по неспосланному провидениям или роковому закону маг может использовать всемогущество только в обратной пропорции своим материальным интересам. Алхимик создает тем больше золота, чем больше он отказывается от благ и чем больше он чтит бедность, которая защищает секреты Магнус Опус. Только посвященный чье сердце бесстрастно будет повелевать любовью и ненавистью тех, кого он сделает инструментом своей науки. Миф о генезисе является правдой и Бог позволяет достичь древа истины лишь тем, кто достиг самоотречения и не жаждет его плодов. Так что ты, кто изыскивает в науке средства удовлетворить свои страсти, остановись перед этим роковым путем. Ты не найдешь ничего, кроме безумия и смерти. Значение народной традиции состоит в том, что дьявол раньше или позже отступает перед напором священников. Маг должен быть бесстрастным, трезвым и целомудренным, незаинтересованным, непроницаемым и неприступным для любого рода предрассудков или страхов. У него не должно быть телесных дефектов, и он должен обладать стойкостью перед искушениями и трудностями. Первое и наиболее важное из магических операций это достижение этих редких качеств. Страсть принудительно проецирует астральный свет и насильственно толкает универсального посредника на непредвиденные действия. Но она не в состоянии с легкостью обуздать то, к чему она принуждает. И поэтому ее судьба сходна с судьбой Ипполита, растерзанного его же собственными лошадьми. Или Фалария, оказавшегося жертвой орудий пыток, которые он применял к другим. Человеческая воля, реализованная в действии, подобна пушечному ядру и не отступает ни перед какими препятствиями. Она либо проходит сквозь них, либо погружается в них. Но если она движется вперед терпеливо и настойчиво, то никогда не пропадет. Она подобна волне, которая раз за разом возвращается и в конце концов бесследно стирает железо. Человека может усовершенствовать привычка, которая становится согласно пословице его второй натуры. При помощи настойчивости и выполнения в определенной последовательности атлетических упражнений силы и жизненная активность тела могут быть развиты до необычайных пределов. То же самое происходит и с силами души. Господствуете ли вы над другими? Учитесь желать. Как можно научиться желать? Это первый секрет магического посвящения. И для того, чтобы сокрыть его древние хранители жреческого искусства окружили его пеленой таинственности. Они не признавали ни одного желания до тех пор, пока оно не было доказано. И они были правы. Сила оправдывается достижением. Праздность, забывчивость враги желания. Именно по этой причине все религии умножили свои обряды и усложнили свои ритуалы. Чем больше мы отрицаем себя во имя идеи, тем большую силу мы приобретаем в пределах этой идеи. Разве не любят сильные матери именно тех детей, которые причинили им больше всего страданий и доставили больше всего беспокойства. Точно так же сила религии поселяется исключительно в несгибаемой воле того, кто ее практикует. Если существует хоть один человек, верующий в святое жертвоприношение мессы, то обязательно будет существовать священник, чтобы исполнить ее для него. Если существует священник, который ежедневно цитирует свой древник, будет на свете существовать папа. Обряды, которые кажутся самыми незначительными и самыми чуждыми для предполагаемого результата, напротив, ведут к этому результату путем воспитания и тренировки воли. Если крестьянин вставал каждое утро в два или три часа, и проходил большое расстояние дома, чтобы собрать побеги одних и тех же трав перед восходом солнца, он сможет совершить множество чудес просто потому, что переносит эти травы на себе, так как это будет проявлением его воли, и следствие этого будет все то, что требуется ему для выполнения его желаний. Для того, чтобы выполнить что-либо, мы должны верить в свою способность это сделать. И эта вера должна сразу же воплощаться в действии. Когда ребенок говорит «Я не могу», его мать отвечает «Попытайся». Вера вера это даже не попытка. Она начинается с уверенности в результате и спокойно отправляется дальше, как будто бы всемогущество было в ее распоряжении, и вечность простиралась перед ней. Так чего вы ждете от науки магов? Осмельтесь сформулировать свое желание, а затем тотчас приступайте к работе и не переставайте действовать в том же духе с целью достижения того же результата. То, чего вы желаете, начнет происходить, и с вами это в действительности уже начато. Сикст Пятый сказал, глядя на свое стадо, «Я хочу быть папой, вы нищий, и вы хотите делать золото. Приступайте к работе и никогда не отступайте. Я обещаю вам во имя науки все сокровища Фламеля и Раймонда Лулия. Что же необходимо сделать в первую очередь? Поверьте в свою силу, затем действуйте. Но как действовать? Вставайте каждый день в одно и то же время, и к тому же в ранний час. Купайтесь в источнике перед восходом солнца в любое время года. Никогда не носите грязной одежды. Сами стирайте ее по мере надобности. добровольно живите в нужде, и тогда вы будете более подготовлены к тому, чтобы вынести то, что приходит без поисков. Затем забудьте все желания, чуждые выполнению великой работы. Как? Купаясь каждый день в источнике, я сделаю золото? Вы должны работать для того, чтобы сделать его. Это насмешка? Нет, это секрет. Как я могу использовать секрет, который я не смог понять? Верьте и действуйте. Поймете позже. Однажды некто сказал мне, мне бы хотелось стать верным католиком, но я вольтерианец, чего бы я только не отдал, чтобы уверовать. Я ответил, не говорите больше мне бы хотелось, говорите я хочу, и я обещаю, что вы поверите. Вы сказали мне, что вы вольтерианец, и что из всех разновидностей веры наиболее отталкивающим для вас является иезуитство, но в то же время оно кажется вам самой сильной и наиболее желаемой верой. Совершайте упражнение святого Игнатия снова и снова, не позволяя себе утратить желание, и вы обретете веру иезуитов. Цель непременно будет достигнута. И будете ли вы затем настолько простодушны, чтобы приписать ее чуду? Вы обманываете себя сейчас, полагая, что вы вольтерианец? Ленивый человек никогда не станет магом. Магией необходимо заниматься постоянно, каждую минуту. Оператор великой работы должен быть абсолютным властелином над самим собой. Он должен знать, как подавить обольщение наслаждением, едой, сном. Он должен быть нечувствителен к успеху и пренебрежению. Его жизнь должна быть жизнью желания, направленного одной мыслью. Общую теорию желания можно сформулировать рядом следующих аксиом. Согласно вечной мудрости, воспитание желания в человеке является концом человеческой жизни. Величие человека состоит в выполнении того, чего он желает, и в желании добра, соответствующего науке и истине. Добро в соответствии с истиной есть справедливость, а справедливость это упражнение разума. Разум же является словом действительности. Действительность это наука истины. Истина тождественна идее и существованию. Ничто не может противостоять воле человека, когда он знает, что есть истина и желает того, что есть добро. Желать зла значит желать смерти. Извращенная воля это начало убийства. Желать того, что является добром, колеблясь, значит желать зла, так как неуверенность ведет к беспорядку, а беспорядок ведет к злу. Мы можем и должны принять зло как средство добра, но мы никогда не должны делать или желать его. Другими словами, мы разрушаем одной рукой то, что строим другой. Хорошее намерение никогда не оправдывает плохих средств. Чтобы заработать постоянное право обладания, мы должны желать долго и спокойно. Провести жизнь в желании того, что невозможно, это значит отказаться от жизни и принять вечность смерти. Чем больше препятствий преодолевается волей, тем более сильной она становится. И именно поэтому Христос превозносил бедность и страдания. Если желание посвящено абсурду, оно осуждается вечным разумом. желание праведного человека это воля Господа и закон природы. Интеллигентность является сердцевиной желания. Если желание здоровое, то внешний вид аккуратный. Утверждать и желать то, что должно быть, значит созидать. Утверждать и желать то, чего не должно быть, значит разрушать. Свет это огонь, который дан природой в распоряжении желания. Он освещает того, кто знает, как использовать его, и сжигает того, кто зло употребляет им. Великие умы с неуравновешенными желаниями подобны кометам. Добровольная смерть в самопожертвовании это не самоубийство, это апофеоз свободной воли. Страх это вялость воли, и поэтому общественное мнение клеймит трусов. Железную цепь легче разорвать, чем цепь из цветов. Говорите страданию. Я желаю, чтобы ты стала удовольствием, и оно даже превзойдет наслаждение, так как оно будет благословением. Перед тем, как решить, счастлив человек или несчастен, постарайтесь узнать наклонность его желаний. тибери умирал ежедневно на каприи, пока Иисус доказывал свою бессмертность и свою божественность на Голгофе. Все способности и все чувства должны быть задействованы в работе. Ничто в жреце Гермеса не может оставаться бездействующим. Разум должен быть сформулирован знаками и обобщен буквами или пантаклями. Желание должно быть определено словами и воплощаться действием. Магическая идея должна превратиться в свет для глаз, гармонию для ушей, благоговение для обоняния, предмет для прикосновения. Словом, оператор должен воплотить в своей собственной жизни то, что он хотел бы реализовать в мире без себя. Он должен стать магнитом, чтобы притягивать желаемое. И когда он станет достаточно намагнетизирован, позвольте ему быть уверенным в том, что все придет к нему, даже если он не будет думать об этом. Для мага важно быть знакомым с секретами природы, но он может знать их и чисто интуитивно, без формального изучения. Отшельники, обычно живущие в созерцании природы, зачастую угадывают ее гармонию, являются более сведущими в своем простом добром чувстве, чем доктора, чья естественная проницательность искажена софизмами школ. Настоящие практикующие маги живут почти неизменно в деревне и зачастую оказываются необразованными людьми или простыми пастухами. Более того, такой тип физического организма лучше адаптируется для открытий в оккультном мире, чем какой-нибудь другой. Есть чувствительные и благожелательные натуры, чья интуиция в астральном свете является врожденной. Определенные болезни и уродства воздействуют на нервную систему и, независимо от согласия или нежелания могут превратить их в пророческий прибор, более или менее совершенный. Но это исключительное явление. В основном же магическая сила должна и может быть получена посредством упорного труда. Есть также некоторые вещества, которые приводят в состояние экстаза и предрасполагают гипнотическому сну. Существуют и другие средства, которые представляют воображению наиболее живые и ярко окрашенные отражения элементарного света. Но использование подобных веществ опасно, так как они зачастую могут приводить к оцепенению и опьянению. Несмотря на это предостережение, они все же могут использоваться, но в тщательно вымеренных дозах и только в исключительных случаях. Тот, кто серьезно решил посвятить себя магическим работам, укрепив свой мозг, так, чтобы он мог сопротивляться опасности галлюцинации и испуга, должен очистить себя снаружи и изнутри в течение сорока дней. Число сорок священно, и само его изображение является магическим. В арабских цифрах оно состоит из круга, символизирующего бесконечность, и из четверки, которая собирает триаду в единое целое. В римских цифрах, расположенных в соответствующем порядке, оно представляет знак основополагающего учения Гермеса и знак печати Соломона. Очищение мага заключается в отречении от грубых удовольствий, в умеренном употреблении опьяняющих напитков и в упорядочении сна. Эта подготовка применялась во всех видах богослужений в виде поста и покаяния, которые предшествовали символическим празднованиям возобновления жизни. Так уже отмечалось, должно быть проведено самое тщательное внешнее очищение. Самые бедные могут найти воду в источниках. Вся одежда, оборудование и используемые колбы должны быть хорошо вымыты, либо лично, либо кем-то другим. Все грязное это свидетельство небрежности, а небрежность смертельна в магии. Атмосфера должна быть очищена на рассвете и на закате благовониями, составленными из лавра, соли, белой смолы и серы. И в то время, как последовательно поворачиваешься в четырех главных направлениях, необходимо повторять четыре священных слова. Мы никому не должны рассказывать о работах, которые выполняем. Тайна является непременным и основным условием всех операций в науке. Любопытные должны вводиться в заблуждение видимостью других занятий и исследований, таких как химические эксперименты для промышленных целей, гигиенические предписания, исследования некоторых тайн природы и тому подобное. Но запретное имя магии никогда не должно произноситься. маг должен быть одинок и трудно досягаем в первое время для того, чтобы он смог сконцентрировать свою силу и выбрать свою точку контакта. Но пропорционально тому, как он строг и недоступен в начале, он будет популярен потом, когда она магнетизирует свою цепь и выберет свое место в потоке идей и света. Бедное или трудолюбивое существование настолько благоприятно для практического начинания, что величайшие мастера предпочитают его, даже когда все блага мира находятся в их распоряжении. Тогда сатана, другими словами, дух безразличия, который презирает, сомневается и ненавидит науку, потому что глубоко в душе боится ее, приходит искушать будущего мастера, говоря ему, если ты сын Господа, прикажи этим камням стать хлебом. Затем эти услушливые люди пытаются унизить этого принца знаний, сбивая его с толку, недооценивая его или грязно эксплуатируя его труд. И тот кусок хлеба в котором он себе изволит нуждаться разламывают на десять частей так, что он должен протянуть руку десять раз. Но маг даже не улыбнется в ответ на этот абсурд и будет спокойно заниматься своей работой. Вы также должны избегать вида безобразных объектов и некрасивых людей, должны уклоняться от еды с теми, кого мы не уважаем и должны вести самый однообразный, не допускающий неожиданностей образ жизни. Мы должны вести себя с величайшим достоинством, полагать, что мы низвергли самодержцев, которые соглашаются на существование для того, чтобы отвоевать наши короны. мы должны быть кроткими и внимательны со всеми, но в социальном отношении никогда не должны позволять себе смешиваться с теми или иными группировками и должны отходить от кругов, в которых мы не можем проявить никакой инициативы. Наконец, мы можем и должны выполнять обязанности и практиковать обряды культа, которому принадлежим. Из всех форм богослужения наиболее магической является та, которая больше совершает чудесного, которая создает самые невообразимые тайны на основе высочайшего разума, у которой есть свет, соответствующий своим теням, которая популяризирует чудеса и воплощает Бога во всем человеческом роде через веру. Эта религия всегда существовала в мире и под многими именами всегда была одна ведущая религия. Сейчас существуют три отдельные враждебные формы, которым, однако, предопределено слиться воедино задолго до установления всеобщей церкви. я имею ввиду греческую ортодоксальность, римский католицизм и последнее видоизменение религии Будды. Таким образом, наша магия противопоставляется черной магии и некромантии. Это одновременно и абсолютная наука, и религия, которая, несомненно, не должна разрушить и поглотить все идеи и формы богослужения. А ее цель заключается в том, чтобы восстановить и направить их, корректируя круг посвященных, и таким образом снабжая слепые массы мудрыми и ясновидящими лидерами. Мы живем в период, когда уже не остается ничего, что можно было бы разрушить и что нужно было бы переделывать. Переделывать что? Прошлое? Никто не может изменить прошлое. Что же в таком случае должны мы восстанавливать? Храмы и троны? С какой целью, если даже те, что были уже давно свергнуты? Мы могли бы сказать также «Мой дом обвалится от старости, как можно использовать его, чтобы построить другой? Но будет ли дом, который строится, похож на тот, который был разрушен? Нет, так как тот был старым, а этот будет новым. Но в любом случае это будет дом. А чего еще вы могли ожидать? Глава вторая Магическое равновесие 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 это согласие двух сил. Если две силы абсолютно и неизменно равны, равновесие будет неподвижностью и, следовательно, отрицанием жизни. Движение это результат альтернативного преобладания. Толчок, данный одной из сторон, непременно вызывает движение другой стороны. Таким образом, во всей природе противоположности воздействуют одна на другую, основываясь на соответствии и родстве. Вся жизнь состоит из вдоха и выдоха. Сотворение поставило условие тени служить ограничением света. Пустота, в свою очередь, служит пространством для изобилия. Пассивное плодоносное начало поддерживает и реализовывает силу активного порождающего начала. Вся природа бисексуальна, и движение, которое происходит в результате жизни и смерти, является беспрерывным рождением. Бог любит пустоту, которую он создал для того, чтобы заполнить. Наука любит невежество, которое она просвещает. Сила любит слабость, которая ее поддерживает. Добро любит очевидное зло, которое прославляет его. День жаждет ночи, любовь это одновременно и жажда, и изобилие. Тот, кто дает, получает, и тот, кто получает, дает. Движение это непрерывный обмен. Чтобы знать закон этого обмена, чтобы постичь противоположные или тождественные пропорции этих сил, необходимо овладеть первым принципом великой магической тайны, которая устанавливает истинную человеческую божественность. Научно мы можем оценить различные проявления всеобщего движения посредством электрического или магнетического феномена. Электрические аппараты, прежде всего, материально и позитивно обнаруживают сходства и различия определенных субстанций. Соединение меди и цинка, реакция любого металла в гальванической печи являются вечными и несомненными отношениями. пускай физики ищут и находят, но всегда каббалист будет объяснять открытие науки. Человеческое тело является таким же предметом, как и земля, подчиняющимся двойственному закону. Оно притягивает и излучает. Оно намагнетизировано магнетизмом гермафродита и воздействует обратно пропорционально на две силы души интеллектуальную и чувствительную, но в соответствии с чередующимся преобладанием двух полов в его физическом организме. Искусство гипнотизера в целом состоит в знании и употреблении этого закона. Требуется хорошо натренированный здравый смысл и безупречная точность во внутренних движениях, чтобы предотвратить противоречия между признаками гипнотического вдоха и гипнотического выдоха. Более того, мы должны быть хорошо знакомы с оккультной анатомией и особенностями характера каждого человека, на которого мы воздействуем. его недостаточная вера и слабая воля создают огромные препятствия для магнетизма. Прежде всего это относится к женщинам, которые по своей сущности являются актрисами и получают удовольствие, впечатляя других до такой степени, что впечатляются сами, и которые в первую очередь обманывают сами себя, когда разыгрывают свои невротические мелодрамы. Именно они являются настоящей черной магией гипноза. Чтобы быть властелином женщины, мы должны умело отвлекать ее внимание и вводить в заблуждение, позволяя ей пребывать в уверенности, что она обманывает нас. Этот совет, который мы предлагаем главным образом магическим физикам, смог бы занять достойное место и применяться в семейной практике. Человек может делать два дыхания по своей воле, одно теплое и другое холодное. Он может также проецировать активный или пассивный свет по желанию, но он должен достигнуть сознательности этой силы, сосредоточив на этом свое внимание. Точно так же стикуляция может поглощать и передавать то, что мы привычно называем флюидами, и гипнотизер будет сам оповещен на результате своей деятельности, чередующимся чувством тепла и холода в руке или в обеих руках, если заействованы обе. И в это же время объект тоже испытывает, но противоположное чувство, то есть в совершенно противоположном чередовании. Пентаграмма или знак микрокосма представляет среди других магических тайн двойное влечение человеческих крайностей одной к другой и их циркуляции астрального света в человеческом теле. Таким образом, когда человек представлен в звезде пентаграммы, как-то показано в оккультной философии гриппы, то становится заметным, что голова соотносится в мужском соответствии с правой ногой, а в женском соответствии с левой. Что правая рука соотносится таким же образом с левой рукой и левой ногой, и наоборот с другой стороны. Это должно быть зафиксировано во время выполнения магнетических пассов, если мы попытаемся управлять всем организмом и исковать все члены их собственными оковами аналогии естественного притяжения. Такие же знания требуются для применения пентаграммы при заклинании духов и вызывании странствующих в астральном свете форм, что в простонародье называют некромантией. Здесь прекрасно видно, что каждое действие вызывает ответное действие, и что гипнотизируя других или магически на них воздействуя, мы устанавливаем между ними и собой поток противоположного, но аналогичного влияния, который может подчинить нас им, вместо того, чтобы они слушались нас. Такое довольно часто встречается тогда, когда оператор испытывает любовное влечение к своему объекту. Поэтому чрезвычайно важно быть настороже, когда наступаешь, равно как не вдыхать слева, пока не выдыхаешь направо. В соответствии с аллегорическим магическим календарем Агриппы, человек посвященный это подражатель природы, который заключает себя в оковы, ну а заставляет себя действовать непрерывно, имитируя труды своей божественной хозяйки и нетленной модели. Очередное использование противоположных сил тепла после холода, мягкости после суровости, любви после гнева и так далее является секретом вечного движения и постоянства силы. Тот, чью любовь кто-нибудь пытается завоевать, инстинктивно знает это и поэтому заставляет своего поклонника переходить от надежды к страху, от радости к подавленности. Действовать всегда одинаково в одном и том же направлении значит перегружать одну чашу весов, результатем чего становится нарушение равновесия. Продолжительные ласки приводят к пресыщению, неудовольствию и антипатии, так же как и постоянная холодность и строгость в течение длительного времени ослабляет и расхолаживает их восприятие. Неизменный горячий огонь алхимии пережигает вызвесть изначальный материал и нередко взрывает магическую колбу. Тепло извести и минеральных удобрений должно поддерживаться в определенной промежутке времени жаром пламени. И точно так же в магии гнев и суровость должны перемежаться с благотворительностью и любовью. Если воля оператора всегда будет иметь одинаковую силу и будет направлено в одно и то же русло наступит сильная усталость с различного рода моральными расстройствами. Из этого следует, что маг не должен дневать и ночевать в лаборатории среди своих атоноров эликсиров и пантакли. Несмотря на пристальный взгляд с сердцей, призывающий оккультную силу, мы должны суметь противостоять ей, как это сумел сделать Одиссей при помощи своего меча и вовремя решительно отвергнуть свои губы от чаши, которые она нам предлагает. За магической операцией должен следовать отдых равной продолжительности и развлечений, но противоположное по своим целям. Бесконечную бороться против природы ради того, чтобы управлять ею и завоевать ее, значит, рисковать рассудками жизнью. Парацельс отважился сделать это, но даже он в борьбе применял сбалансированные силы и противопоставлял опьянение вином одурманенности рассудка. Парацельс был человеком вдохновения и тайны, но даже его жизнь была опустошена этой всепоглощающей деятельностью или, скорее, ее облачение было быстро изношено. Люди, подобные Парацельсу, используют свою жизнь и бесстрашно злоупотребляют ею. Они знают, что самое большее, что с ними может случиться, это то, что они могут умереть вместо того, чтобы состариться здесь, внизу. Ничто так не располагает нас к радости, как горе. Нет ничего более близкого к печали, чем радость. Поэтому неопытным оператором овладевает сильнейшее изумление, когда он достигает результатов, значительно отличающихся от тех, которые он ожидал. Это происходит из-за того, что он не умеет остановить или повернуть в обратную сторону свои действия. Он ищет способ заколдовать своих врагов, но вместо этого становится больным и нищим. Он желает заставить кого-нибудь полюбить себя, и в результате сходит с ума по женщине, открыто насмехающейся над ним. Он пытается сделать золото, исчерпывает все свои средства. Его муки подобны мукам Тантала. Даже вода течет назад, когда он наклоняется, чтобы утолить жажду. Древние в своих символах и магических операциях увеличивали знаки Эдуат так, чтобы их законно равновесия можно было запомнить. Для их вызывания они сконструировали два алтаря и стали приносить две жертвы. Одну белую и одну черную. Оператор независимо, мужчина это или женщина, держит меч в одной руке и посох в другой. Одна его нога обута, а другая разута. Более того, для магических действий требовался либо один, либо три участника, потому что дуада могла означать неподвижность смерти и отсутствие уравновешивающего движения. Если мужчина и женщина участвовали в церемонии, то оператор всегда был девственником, гермафродитом или ребенком. Меня могут спросить, произвольна ли эксцентричность этих ритуалов и тренируется ли волевым усилием одно их направление посредством усложнения магической работы. Я отвечаю, что в магии не существует ничего произвольного, потому что все управляется и предопределяется единым и всеобщим учением Гермеса, которое одинаково для каждого из трех миров. Каждый знак соответствует идее и отдельной форме идеи. Каждое действие выражает волю, соответствующую мысли. И формирует аналог этой мысли и воли. Ритуалы изначально упорядочены самой наукой. Некомпетентный человек, незнакомый и стройственной силой, подчиняется ее таинственному очарованию. Мудрец понимает ее и делает инструментом своей воли. Если работа выполняется скрупулезной и с верой, она не может оказаться безрезультатной. Все магические инструменты берутся в двух экземплярах. Два меча, два посоха, два кубка, две жаровни, два пантакля и две лампы. Должно быть надето два одеяния, одно по веру другого. И к тому же они должны быть контрастных цветов. И наконец, должно быть получено по меньшей мере два металла, или же наоборот, ни одного. Венец из лавра, руты или вербены должны быть также в двух экземплярах. Один из них используется в богослужении, другой сжигается. обгоревшая корочка, в которую он превращается, и клубы дыма, производимые им, рассматриваются как прорицание. Это не является пустым соблюдением обряда, так как в магической работе все инструменты магнетизируются оператором, воздух насыщается ароматом, огонь, освещенный им, подчиняется его воле. Создается впечатление, что природа слышит его и отвечает ему. Он читает во всех формах изменений и дополнения своей мысли. Он чувствует, как вода, приведенная в движение, начинает сама по себе бить ключом. Огонь внезапно вспыхивает и гаснет. Листья, гирлянды шелестят. Магический посох двигается и странные незнакомые голоса витают в воздухе. Я знаю, что христианство всегда подавляло церемониальную магию и запрещало богослужение и жертвоприношение старого мира. И наши намерения не направлены на то, чтобы снабдить новым базисом их существования посредством разоблачения их древних тайн. Сугубо с целью получения фактов были изучены и исследованы наши эксперименты. Мы подтвердили факты, причину которых смогли обнаружить, и не претендовали на то, чтобы восстановить ритуалы, которые исчезли навсегда. Продемонстрировать естественное происхождение чудес и возможность их порождения по собственной воле значит стереть с народного сознания убедительную очевидность чудес, которые были объявлены каждой религией как ее исключительная собственность и конечный аргумент. Уважайте установившиеся религии, но оставьте также место и для науки. Уже миновали, слава богу, часы инквизиции и погребальных костров? За веру нескольких фанатиков или истеричных девочек несчастных людей науки больше не убивают. И, наконец, мы хотим дать ясно понять, что наше предприятие связано с необычными явлениями, а не с невероятной пропагандой. Глава третья Треугольник Пантакля Аббат Тритемий, который был учителем магии Корнелия Агриппы, объясняет своей стеганографией секрет заклинаний и воскрешений в самой естественной и философской манере, хотя, возможно, именно поэтому слишком упрощенно. Он рассказывает нам, что вызвать дух значит войти в доминантную мысль этого духа. Если моралью мы поднимемся выше него вдоль той же линии, то уведем его с собой, и он будет служить нам. Заклинать значит противопоставлять сопротивление течения и цепи отдельному духу. Кум Хуар Заклинать вместе или другими словами совершать совместный акт веры. Чем значительнее сила и энтузиазм этой веры, тем более эффективным будет заклинание. Именно поэтому новорожденное христианство заставило умолкнуть оракулов и само завладело духовностью как единственная сила. Позже, когда святой Петр состарился, другими словами, когда мир поверил, что у него есть законные аргументы против папства, пришел дух пророчества, чтобы заменить оракулов. Савонарола, Юахемис, Флорес, Янгус и многие другие оказывали влияние на умы людей и толковали по жалобам и угрозам скрытые тревоги и протесты всех сердец. Во время вызывания духа мы можем действовать самостоятельно, но для того, чтобы заклинать, мы должны говорить от имени круга или соединения. В этом состоит значение иероглифического круга, начертанного вокруг мага, совершающего действия, и за пределы которого он не должен ступать ни шага, если не желает в тот же миг быть уничтоженным своей собственной силой. Позвольте нам обратить внимание на существенный и заслуживающий пальму первенства вопрос. Кажутся ли действительные вызывания и заклинания духов делом весьма возможным и может ли подобная возможность быть продемонстрирована? На первую часть вопроса ответ может быть дан немедленно и он будет заключаться в том, что все не имеющие очевидной невозможности может и должно утверждаться условно. Что касается второй части вопроса, мы согласны, что благодаря великой магической догме и иерархии и всеобщей аналогии каббалистическая возможность действительно может быть продемонстрирована. Касательно феноменальной реальности, являющейся результатом магических действий, дополненных честностью, это дело опыта. В природе ничего не умирает, все, что способно жить, продолжает существовать, всегда в новой форме. И предыдущие формы даже не разрушаются, поскольку они сохраняются в нашей памяти. Разве мы не можем увидеть в своем воображении ребенком того, кого мы когда-то знали, хотя сейчас он уже стал пожилым человеком? Многие образы, которые мы считаем стертыми навсегда из нашей памяти, на самом деле не исчезли и в чрезвычайных обстоятельствах могут быть восстановлены. Но каким образом они становятся доступными для нашего восприятия? Как мы уже сказали, они существуют в астральном свете, который перемещает их в наш мозг при помощи действия механизма нервной системы? С другой стороны, все формы пропорциональны и аналогичны идеи, которая определяет их. Они несут естественный характер, печать этой идеи, как называют ее маги. И как только идея действительно пробуждается, форма приобретает возможность реализовываться и воплощаться. Шрупфер, известный просветитель Лейпцига, терроризировал всю Германию своими вызываниями духов. И его смелость в магических опытах была настолько велика, что его репутация стала несомненно весомой. Он позволял себе быть унесенным бурным течением галлюцинаций, производимых им же самим. То, что он увидел в другом мире, разочаровало его, и он покончил с собой. Его история должна стать предостережением для тех, кто увлекается церемониальной магией. Законы природы не нарушаются безнаказанно, и никто не может играть с неизвестными и неизмеримыми силами. Триада, будучи основой магической доктрины, обязательно должна наблюдаться в вызывании духов. Для этого существует символическое число реализации и эффекта. В пределах великого круга заклинаний обычно чертится треугольник, и стороны, восходящие к верхней точке, становились предметом внимательных изучений. Если предполагалось, что дух явится с небес, оператор располагал точку пересечения сторон на вершине и устанавливал алтарь для окуривания у подножия. В случае же, если дух вышел из бездны, этот порядок изменялся на противоположный. Более того, священный символ двух пересекающихся треугольников, образующих шестиконечную звезду, знак, известный в магии как гексограмма или печать Соломона, нужно было надевать на лоб и на грудь, а выгравированный держать в правой руке. Независимо от этих знаков, предки в своих призываниях духов применяли почерпнутые из от иудеев каббалистов мистические комбинации божественных имен. Магическим треугольником языческих теософов была славно известная Абра-кадабра, которой они приписывали сверхъестественную силу и представляли следующим образом. Отдельное А представляет единство первого начала. Это интеллектуальный или активный агент. А объединенное СБ представляет усиление дуады монады. Знак триады, так как она иероглифически представляет излучение, являющееся результатом единства двух начал. Число одиннадцать, которое является суммой букв слова, обнаруживает единство посвящения и десятичных Пифагора. И число шестьдесят шесть, общая сумма всех букв, каббалистически образует число двенадцать, которое является квадратом триады и, следовательно, мистической квадратурой круга. И иероглифические комбинации букв и чисел относятся к практической части каббалы, которая с этой точки зрения подразделяется на Гематрию и Темуру. Подобные вычисления, которые сейчас кажутся нам произвольными или неинтересными, принадлежали затем философскому символу Востока и имели огромнейшее значение в учении о священных понятиях, происходящих из оккультных наук. Абсолютный каббалистический алфавит, который связывает примитивные идеи с аллегориями, аллегории с буквами и буквы с числами был позже назван ключом Соломона. Двойной треугольник Соломона объясняется святым Иоанном в его заметках. Он говорит, есть трое, которые делают запись на небесах, отец, слово и святой дух. Есть и трое, которые свидетельствуют на земле дух, вода и кровь. Таким образом, святой Иоанн соглашается с учителями философии Гермеса, которые называли свою серу именем Этер, свою ртуть философской водой, а свою соль кровью дракона или растворителем земли. Кровь или соль соответствует в оппозиции отцу, азотная или ртутная вода, слову или логосу, и Этер святому духу. В магических церемониях тройное повторение имен с различными интонациями было просоединено к треугольным комбинациям. Древние священники, проводя ночь в собраниях на перекрестке трех дорог, трижды пронзительно выкрикивали в честь трехлика и гекаты. Все эти фигуры, которые к тому же действуют аналогично, все эти расположения чисел и букв, являются, как мы уже говорили, такими сильными инструментами для тренировки воли путем установления и определения ее привычек. Более того, они служат для того, чтобы приводить все силы человеческой души в действие и усиливать созидательную силу воображения. Это является упражнением мысли в обучении и воплощению, и поэтому эффект подобных упражнений нерушим, как сама природа, в том случае, если они выполнены в абсолютной тайне и с упорной настойчивостью. Великий Мастер говорил нам, что вера может передвигать горы. Даже суеверная и бессознательная практика эффективна, так как является воплощением воли. Поэтому молящийся обладает большей силой, если идет в церковь. Люди смеются над простой женщиной, которая отказывает себе в молоке на пенне по утрам, чтобы иметь возможность поставить свечку за пенни и зажечь ее на магическом треугольнике часовни. Но те, которые смеются, безразличны, а простая женщина платит не слишком дорого за то, что таким образом покупает смирение и бодрость духа. У великих религий всегда был один серьезный соперник, и этим единственным соперником является магия. Магия породила оккультное объединение, которое пронесла над революцией, названной Ренессансом. Буквальное понимание аллегорической истории еврейского Гермеса стало гибелью человеческого разума, ослепленного неразумной страстью. Свергая с толпы храма, он сам себя похоронил под руинами. Масонские общины сегодняшних дней не менее невежественны в высоком смысле своих символов, чем были раввины Сефер, Яцира и Зор в отношении восходящей шкалы трех рангов с поперечной прогрессией справа налево и слева направо каббалистической семерки. Посвященные болтуны, которым блистающий газет предрек насильственную смерть, наши дни превзошли грех Адама. Безрассудно собирая плоды древознаний и не зная, как использовать их, они низвели себя до уровня диких животных и рептилий. Итак, царствование предрассудков началось, и оно просуществует до тех пор, пока истинная религия снова не установится на вечном основании иерархии трех рангов и тройственной силы, которую эта иерархия реализует слепо или предусмотрительно в трех мирах. Глава четвертая Заклинание четырех Четыре изначальные формы приблизительно разделяют и отличают созданных духов, которых всеобщее движение высвободило от центрального огня. Дух трудится повсюду и наделяет материю жизнью. Вся материя одушевлена, мысль и душа есть повсюду. Обладая собой в мысли, которая производит различные формы, мы становимся учителями форм и заставляем их служить нашим целям. Астральный свет наполнен такими душами, которые он освобождает в непрерывном возрождении существ. Эти души имеют несовершенную волю, которая управляется и используется более могущественной волей. Затем формируются мощные невидимые цепи, которые могут стать причиной великих стихийных смятений. Элементарные духи подобны детям. Они мучают главным образом тех, кто о них заботится, хотя на самом деле контролируются высшим смыслом с большой строгостью. Мы определяем такие духи под именами оккультных стихий. Именно они часто служат причиной ваших причудливых или неспокойных снов. Производят движения волшебной палочки и легкие постукивания по стене или мебели. Но они не могут выражать другую мысль, кроме нашей собственной. И когда мы не думаем, они разговаривают с нами со всей бессвязностью снов. Они безразлично творят добро или зло, так как они являются людям, находящимся в экстазе или самнамбулом в неполном или ускользающем виде. Мы можем использовать их или злоупотреблять ими как животными или детьми. Таким образом, маг, который пользуется элементарными духами, берет на себя огромную ответственность, так как он должен искупать все зло, которое они делают, повинуясь ему. И мера его наказания будет пропорционально силе, которую он может использовать посредством их вмешательства. Чтобы править элементарными духами и стать господином оккультных стихий, мы должны вначале подвергнуться четырем сложным испытаниям древних посвящений. И понимая, что подобные посвящения больше не существуют, мы должны заменить их аналогичными переживаниями, такими, как помещение себя в огонь, пересечения пропасти при помощи ствола или доски, подъем по отвесной скале, плавание в опасном водовороте или водопаде. Человек, который не чувствует себя свободно в воде, не может господствовать над русалками, а тот, кто боится огня, никогда не сможет повелевать саламандрами. Если мы подвержены головокружению, мы должны оставить в покое сильфид и держаться в стороне от раздражающих гномов. Подчиненные духи будут слушаться только силу, которая победила их в их же собственной стихии. Когда эта непременно требуемая возможность будет приобретена путем упражнений и дерзания, слово нашей воли должно быть навязанным элементом путем особого освещения воздуха, огня, воды и земли. Это условие непременно должно предвосхищать все магические операции. Из воздуха изгоняется нечистая сила дыханием в четырех главных направлениях и произнесением. Дух Божий носился над водами и вдунул в лицо человека дыхание жизни. Пусть будет Михаэль моим предводителем и с Саптабиэль моим рабом в свете и светом. Пусть делается слово моей внешностью и я повелю духом этого воздуха и обуздаю коней солнца. Желанием сердца моего и размышлением ума моего и силой взгляда правого в глаза. И так заклинаю тебя тварь воздуха пентаграмматоном именем Яве в которых сосредоточено сильное желание и чистая вера. Амен Сэл Согласие да будет так. В молитве сильф после начертания их знака пером орла в воздухе должно быть произнесено следующее. Дух света дух мудрости чье дыхание дает и забирает форму всех предметов ты перед которым жизнь любого существа является тенью которая преобразуется и пар который исчезает ты кто поднимается над облаками и летит на крыльях блистающего огня там ты сияешь там ты общаешься сам с собой в своей собственной слепительности и нескончаемый поток света льется из сияющей субстанции питая твой нескончаемый дух который сам питает все предметы и образует неиссякаемые сокровища субстанции всегда готовый к порождению изменяющему ее и приобретающему формы которые ты вложил в его начале от этого духа три самых святых короля которые окружают твой трон и составляют твой суд получили свое начало о всеобщий отец о единственный и неповторимый отец благословенных смертных и бессмертных ты создал силу которая изумительно похожа на твою вечную мысль и твою восхитительную субстанцию ты поставил их выше чем ангелов которые провозглашают миру твою волю наконец ты создал нас третьими в ряду нашей стихийной империи наше непрерывное упражнение предназначено для того чтобы восхвалять тебя и поклоняться твоей доброй радости там мы вновь и вновь сгораем в нашем стремлении овладеть тобой о отец о мать самая нежная из всех матерей о восхитительный пример материнства чистоты любви о сын цветок среди сыновей о форма всех форм душа дух гармония и число всех вещей аммен в вода заклинается посредством рукоположения дыхания и речи в нее подмешиваются освещенная соль и немного пепла которое остается в кадиле после сгоревшего ладана крапила делается из прутиков вербены барвинка шалфея мяты ясеня и базилика которые связываются вместе нитью сплетенной девственницей и присоединяются к рукоятке сделанной из ветки лесного ореха причем отломанной от еще не плодоносившего дерева символы семидухов должны быть вырезаны на рукоятке магическим кинжалом заклинание воды да будет твердь на средине воды и да отделить воды от вод те которые выше от тех которые ниже и будут те которые ниже подобны тем которые выше солнце ее отец луна мать и ветер носил ее в утробе своей достигая от земли до неба и опять с неба спускаясь на землю заклинаю тебя тварь воды чтобы ты была для меня соль и зола зеркало бога живого в творениях его и источник жизни и омовения грехов ам соль и пепел должны быть освящены отдельно под следующие заклинания над солью да будет мудрость в этой соли да сохранит она от всякой порчи как умы наши так и тела ради Хошмаэла и во имя добродетелей Руаха Хошмаэла пусть уйдут от нее чудовище материи чтобы была соль небесная как соль под землею и на земле чтобы пытался бык молотящий и придавал надежде нашей рога вращающегося быка ам ам над пеплом да возвратится пепел к источнику живых вод и да сделается земля плодородной и пусть жизнь производит дерево посредством трех имен которые суть нецех вод и есот в начале и в конце через альфу и омегу которые заключаются в духе азота ам я омегу может быть пепли и подав таким оси амегу и и амегу эта летний Габриэль, Рафаэль и Уриэль. Амэн. Молитва русалок Страшный царь морской, Ты, кто хранишь ключи от шлюзов небесных И прячешь воды преисподней в земных пещерах. Царь потопов и весенних наводнений, Ты, кто срываешь печать из истоков рек и фонтанов, Перед тобой мы преклоняемся, и тебя мы вызываем. Промолви к нам, твоим неверным и изменчивым созданием, Ныряющим в бурных морских волнах, И мы задрожим перед тобой. Промолви к нам, живущим в прозрачных ручьях, И мы возжелаем твоей любви. Пусть постоянно возрождается в тебе необъятность, В которую впадают все реки жизни. О, океан беспредельного совершенства, Пусть ведут нас к истинной жизни разум и любовь, Высоты, в которых отражаются твои глубины, И глубины, вздымающие тебя к этим высотам. Веди нас к бессмертию посредством самопожертвования, Чтобы однажды мы оказались достойными того, Чтобы предложить тебе воду, Кровь и слезы во искупление грехов. Огонь заклинается посредством посыпания солью, Ладаном, канифолью, камфорой и серой. Необходимо трижды произнести три имени гениев огня. Молитва к Саламандрам Вечный, неизреченный, несотворенный отец всех вещей, Несущийся в колеснице, Движущие беспрестанно вращающиеся миры, Властитель беспредельного эфира, Где возвышается трон твоего могущества, С высоты которого все открыто твоим грозным очам. Услышь детей твоих, которых ты любил с начала веков, Потому что твое золотое, великое и вечное величие Сияет над миром, небом и звездами. Ты возвышаешься над ними, О, сверкающий огонь! Сам ты зажигаешься, Сам поддерживаешь себя своим собственным сиянием. Из твоей сущности исходят неистекаемые источники света, Поддерживающие твой бесконечный дух, Который поддерживает все, Служа неисчерпаемым сокровищем существа, Всегда готового производить формы, Тобою установленные. От этого духа происходят святые цари, Окружающие твой престол. О, Отец вселенной! О, Единственный! О, Отец счастливых смертных! Ты создал также существа, Которые чудесным образом подобны твоей вечной мысли И твоей обожаемой сущности. Ты их поставил превыше ангелов, Возвыщающих миру истины. Наконец, ты сотворил нас В третьем разряде нашего первоначального мира. Так, хвала тебе и обожание твоих велений Составляют наш непрестанный труд. Там мы горим непрестанным желанием обладать тобою. О, Отец! О, Мать! Чудный первообраз материнства и чистой любви! О, Сын! Цвет всех сынов, Образец всех форм. Душа, дух, гармония и число всех вещей. Аммэн! Земля очищается посредством окропления водой, Дыхания и огня, Благовоний, Особых для каждого дня И следующей молитвы. Молитва гному Невидимый, Взявший себе опорой землю, Вырывший пропасти, Чтобы наполнить их своим всем могуществом. Ты, имя которого заставляет содрогаться своды мира, Который направляет потоки семи металлов по каменным жилам, Властитель семи цветов, Вознаграждающий труд рудокопов, Выведи нас на желательном воздухе И к царству света. Мы бодрствуем и работаем без отдыха, Мы ищем и надеемся найти через двенадцать камней Священного города через сокрытые талисманы, Через магнитную ось мира. Господи, 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 Сжалься над страждущим, Расширь наши груди, Освободи и возвысь наши головы, Возвеличь нас. О, устойчивость и движение, О, день, покрытый ночью, О, мрак, скрытый от света! О, господин, всегда вознаграждающий своих рабочих! О, серебристая белизна! О, золотой блеск! О, венец живых и мелодичных алмазов! Ты, который носишь небо на пальце своем, Как сапфировое кольцо! Ты, который скрыл в земле, В царстве камней чудное семя звезд! Живи, властвуй, И будь вечным распорядителем сокровищ, Хранителями которых ты нас сделал! Аминь! Аминь! Русалок на юге, Сильф на востоке, И русалок на западе. И существа влияют на четыре темперамента человека, То есть гномы — это Меланхолики, Саламандры — сангвиники, Русалки — флегматики, И сильфы — холерики. Их знаками являются Иероглифы быка для гномов, Вооруженных саблями, Иероглифы льва для саламандр, Вооруженных раздвоенной плетью Или магическим трезубцем, Иероглифы орла для сильф, Вооруженных святыми пантаклями, Наконец, Иероглифы водоноса для русалок, Имеющих в своем распоряжении чашу для возлияния. Соответственно, их повелителями являются Гоб для гномов, Джин для саламандр, Паралда для сильф И Никса для русалок. Когда элементарный дух досаждает обитателям этого мира, Его нужно заклинать воздухом, водой, огнем и землей, Посредством дыхания, окропления и сожжения благовоний, И начертания на земле звезды Соломона И священной пентаграммы. Данные изображения должны быть безупречно Точно нарисованы при помощи Либо древесного угля из священного огня, Либо тростника, окрашенного в разные цвета, Смешанного с истолченным в порошок магнитным железняком. Затем, держа понтакль Соломона в одной руке и поднимая последовательно шпагу, плеть и кубок, Необходимо громко произнести заклинание четырех. Глава мертвых Пусть прикажет тебе владыка через живого и посвященного змея, Хируб Пусть прикажет тебе владыка через Адама Блуждающий орел Пусть прикажет тебе владыка боками быка Змей пусть прикажет тебе владыка через вестника и льва Михаэль Габриэль Рафаэль Анаэль Ангел с мертвыми глазами Повинуйся или исчезни вместе с святой водой Крылатый телец Работай или возвращайся к земле, если не хочешь, чтобы я приколол тебя этой шпагой Орел, прикованный цепью, повинуйся этому знаку или удались от этого дуновения Движущийся змей, ползи у моих ног или терзайся от священного огня И улетучивайся вместе с благовониями, которые я сжигаю Вода, возвращайся к воде Огонь, гори Воздух, циркулируй Да упадет земля на землю силой пентаграммы, которой есть утренняя звезда И во имя тетраграммы, которая написана в центре креста света Амин Знак креста, принятый христианами, не принадлежит исключительно им Он также является каббалистическим и представляет противоположности и четверичное равновесие элементов Иероглифический знак креста Символ имени, которое суммирует все имена Изображение четырех главных точек и квадратуры круга Другими словами, кругового движения квадрата Это знак суммирует и представляет всю философию и теологию каббалы Мы видим из тайного возгласа молитвы Господу, которую мы процитировали в нашем учении Что она была первоначально сделана на два манера Или, по крайней мере, она была характеризована двумя полностью различными формулами Одна сохранена для священников и посвященных А другая передана неофитам и профанам Например, посвященных, говорит, поднимая его руки к его лбу Тебе Затем добавляет принадлежит И продолжает, когда он переносит свою руку к груди Царство Далее к левому плечу Справедливость Позже к правому плечу И милосердие Затем, сжимая его руку Он добавлял В наступающие века Тибисунд Малхуд Эц гевура Эц хэсед Пер Эонас Знак креста, который является абсолютно и великолепно каббалистичным Который профанацией гностицизма был полностью потерян официальной и воинственной церковью Именно этот знак Знак креста Должен предшествовать и завершать заклинание четырех Чтобы преодолеть и подчинить себе элементарных духов Мы никогда не должны уступать их характерным недостаткам Следовательно Поверхностный и непостижимый разум никогда не будет управлять сильфами Нерешительная, холодная и изменчивая натура никогда не станет повелителем русалок Страстность раздражает саламандр А жадность делает гномов рабами своих забав Но мы должны быть ловкими и активными, как сильфы Гибкими и внимательными к образам, как русалки Энергичными и сильными, подобно саламандрам Трудолюбивыми и спокойными, как гномы Одним словом, мы должны превосходить их в силе И никогда не позволять их слабостям побеждать нас Тогда мы достигнем этого Весь мир будет служить мудрому оператору Он пройдет сквозь шторм А дождь не намочит его голову Ветер не пошевелит даже пола его одежды Он пройдет сквозь огонь и не сгорит Он будет шествовать по поверхности воды И добывать алмазы из подземной коры Эти обещания могут показаться преувеличением Но только для примитивного понимания И если мудрец не выполняет подобных действий И точно же он совершает другие, которые намного величественнее и удивительнее В то же время Несомненным является то, что мы можем усилием своей воли Направлять элементы в определенные точки И на самом деле изменять или препятствовать их действию Например, если будет установлено, что человек в состоянии экстаза Теряет свой вес Почему бы не допустить, что ходить по поверхности воды тоже возможно? Подверженные приступам судорог Больные Сан-Медарда не чувствовали ни огня, ни стали И умоляли о самых сильных ударах и невероятных мучениях, как об облегчении Сверхъестественное взбирание вверх И поразительное чувство равновесия некоторых самнамбул Является проявлением этих скрытых сил природы Но мы живем в век, когда ни у кого не хватает смелости признать чудеса Свидетелем которых он был И если кто-нибудь скажет Я наблюдал или совершал вещи сверхъестественные Ему ответят Ты болен? Намного лучше в подобном случае молчать и действовать Металлами, соответствующими четырем элементарным формам Являются золото и серебро для воздуха Ртуть для воды Железо и медь для огня Свинец для земли Из них составляют талисманы в соответствии с силами, которые они обозначают И с действием, которое желательно получить от них Предсказания при помощи четырех элементарных форм Известные как аэромантия, гидромантия, пиромантия и геомантия Совершаются различными способами, которые полностью зависят от воли и прозрачности или воображения оператора Практически четыре элемента являются только инструментами, которые служат второму зрению Итак, второе зрение – это часть видения в астральном свете И оно также естественно, как первое или чувственное и обычное зрение Но оно может действовать только при отключении органов чувств Самнамбулы и люди, подверженные экстазом, используют второе зрение естественно И это зрение тем яснее, чем полнее абстрагирование Абстрагирование достигается посредством астрального возбуждения То есть избытка света, который полностью насыщает и, следовательно, отключает нервную систему Сангвинический темперамент расположен к аэромантии Холерики – к пиромантии Флегматики – к гидромантии А меланхолики – к геомантии Аэромантия утверждается предсказанием посредством снов Пиромантия дополняется гипнозом Гидромантия – гаданием на кристалле Геомантия – гаданием на картах Это расположение и дополнение методов Но гадание опасно Или, по крайней мере, бесполезно Так как расхолаживает волю И вследствие этого препятствует свободе И утомляет нервную систему Глава пятая Пылающая пентаграмма Мы приступаем к объяснению И посвящению святой и таинственной пентаграммы Так что пусть все безразличные и суеверные закроют книгу Они не увидят ничего, кроме тьмы Или же будут возмущены Пентаграмма, которая в гностических школах Называется «пылающей звездой» Является знаком интеллектуального всемогущества и самодержавия Это звезда магов Это знак слова, создавшего плоть И согласно направлению ее лучей Этот абсолютный магический символ Представляет упорядоченность Либо беспорядок Священного ягненка Армузда И святого Иоанна Либо Проклятого козла Мендеса Посвящение или профанация Это Люцифер или Венера Звезда утренняя или вечерняя Это Мария или Лилит Победа или смерть День или ночь Пентаграмма с двумя восходящими концами Представляет сатану в виде козла на шабаше Когда восходит один конец, это знак спасителя Пентаграмма это фигура, изображающая человеческое тело Имеющая четыре члена и одну точку, представляющую голову Голова человеческой фигуры внизу, конечно же, представляет демона То есть интеллектуальное низвержение Беспорядок или сумасшествие Так, если бы магия была реальностью Если бы оккультная наука была действительно истинным законом трех миров Этот абсолютный знак, древний, как история, может оказывать сильнейшее влияние на духов Освобождая их от материальной оболочки Полное понимание Пентаграммы является ключом к двум мирам Это совершенно философская и естественная наука Знак Пентаграммы должен состоять из семи металлов Или, по меньшей мере, начертан чистым золотом на белом мраморе Он также может быть написан киноварью на безупречной коже ягненка Символе целостности и света Мрамор должен быть девственен Он никогда до этого не может быть использован в других целях Кожу ягненка необходимо подготовить под покровительством солнца Ягненок должен быть убит в час пасхиле новым ножом И кожа должна быть посолена солью, освещенной магическим действием Упрощение даже одной из этих трудных и, на первый взгляд, произвольных операций Может сделать недействительным конечный результат Пентаграмма освещается четырьмя элементами Магическая фигура выдыхается пять раз Затем опрыскивается святой водой и высушивается дымом пяти благовоний А именно Ладана Мирра Алоэ Серы И камфоры Которым может быть добавлено немного белой смолы и серой амбры Пять дыханий сопровождаются произнесением имен Принадлежащих пяти демонам Это Габриэль Рафаэль Анаэль Самоэль И Орифель После этого Пентагль Располагают последовательно в направлении севера, юга, востока, запада И центра астрономического креста Произнося в то же время одну за другой согласные святой тетраграммы И затем полутоном благословенные буквы Алиф и волшебные Тау Объединенные в каббалистическом имени Азот Пентаграмма может быть расположена на алтаре благовонии под треножником воскрешений Оператор должен также надеть знак макрокосма, который состоит из двух пересекающихся и налагающихся треугольников Когда дух света пробужден, голова звезды, то есть один из ее концов, должен быть расположен по направлению к треножнику воскрешений А два нижних конца по направлению к алтарю благовонии В случае же работы с духами употребляется противоположное направление Но тогда оператор должен быть на стороже, располагая конец плети или меча на верхушке пентаграммы Мы уже указали, что эти знаки являются действующим знаком воли Итак, слово воли должно быть дано в своей завершенности Так, чтобы оно могло быть преобразовано в действие Одна небольшая небрежность Невнятно произнесенное слово или плохо выполненная обязанность Искажают весь процесс, напрасно растрачивая все силы оператора Следовательно, мы должны либо полностью воздерживаться от магических церемоний Либо скрупулезно и точно выполнять их Пентаграмма, выгравированная на стекле при помощи электрической машины Также оказывает большое влияние на духов и мучит фантомы Старые маги чертят знак на своем пороге, чтобы не дать злым духам войти, а добрым выйти Это принуждение исходит из направлений лучей звезды Два луча внешней стороны уводят злых Два луча внутренней стороны захватывают их И всего лишь один луч внутренней стороны держит в плену добрых духов Все эти магические теории, основанные на учении Гермеса И на аналитических выводах науки Неизменно подтверждались видениями людей, подверженных экстазу И припадкам эпилептиков, заявляющих, что в них всилились духи Джи, чье масонское место в середине пылающей звезды Означает гностицизм и возрождение Два священных слова древней кабалы Она означает также великий архитектор Так как в пентаграмме на каждой стороне представлено как А Располагая ее таким образом, чтобы два луча оказались восходящими, а один внизу Мы сможем увидеть рога, уши и бороду иерархического козла Мендеса И тогда она становится знаком адских заклинаний Аллегорическая звезда магов не что иное, как магическая пентаграмма И те три короля, сыновья Зороастра, приведенные пылающей звездой Колыбели микрокосмического бога Символизируют каббалистическое и магическое начало христианской доктрины Один из них белый, другой черный, а третий коричневый Белый король предлагает золото, символ света и жизни Черный король дарит миру образ смерти и тьмы Коричневый король жертвует ладан Эмблему примиряющего учения о двух началах Затем они возвращаются в свое владение другой дорогой, чтобы показать, что новый культ – это всего лишь новый путь, ведущий человека к одной религии Которая представляет собой религию священной триады и излучающей пентаграммы К самому христианству можно применить такие слова Исаии Как упал ты с неба, Деница, сын зари Разбился о землю, попиравший народы Но пентаграмма, оскверненная людьми, горит, всегда чистая, в правой руке, слово истины И вдохновенный голос обещает ему, что ослабит влияние утренней звезды Торжественное обещание не сдаваться звезде Люцифера Все тайны магии, все символы гностицизма, все фигуры оккультизма Все каббалистические ключи пророчества суммированы в пентаграмме Которую Парацельс провозгласил величайшим и наиболее могущественным из всех знаков Так стоит ли удивляться тому, что каждый маг верит в реальное влияние Производимое знаком на духов всех рангов Тот, кто ни в грош не ставит знак креста Дрожит перед звездой микрокосма И наоборот Осознавая упадок силы воли Маг обращает свой взор к этому символу Берет его в свою правую руку И чувствует себя вооруженным интеллектуальным всемогуществом Но при условии, что он в действительности король Достойный быть ведомым звездой колыбели божественного воплощения При условии, что знает, смеет, желает и хранит молчание При условии, что он хорошо знаком с использованием пантагля Кубка, плети и меча И, наконец, при условии, что бесстрашный взгляд его души Соответствует тем двум глазам, которые всегда представляют открытыми Восходящий конец нашей пентаграммы Глава шестая Медиум и посредник Для приобретения магической силы, как мы уже говорили, необходимы две вещи Освобождение воли из рабства и обучение ее искусству властвовать Независимая воля представлена в наших символах в образе женщины, сжимающей голову змия И светящегося ангела, который пленил и удерживает дракона пикой и каблуком Вся магическая работа состоит в нашем освобождении от колец древнего змия В том, чтобы поставить ему ногу на голову и направить ее, куда мы пожелаем Я отдам тебе все королевства земли, если ты падешь ниц и будешь поклоняться мне Говорил этот змей в мифах Евангелия Посвященный мог бы ответить Я не встану перед тобой на колени Это ты склонишься у моих ног Ты ничего не дашь мне, но я буду использовать тебя и возьму то, что мне нужно Так как я твой господин и повелитель Ответ, который в завуалированном виде содержится в словах Спасителя Вы уже сказали, что не существует дьявола как личности Его имя свидетельствует о неправильной направленной силе Одическое или магнетическое течение, образованное цепью порочных желаний Формирует этот злой дух, который в Евангелии называется легион И это именно тот дух, который низверг свиней в море Другая аллегория притяжения, применявшаяся к существам с низшими инстинктами Слепыми силами, которые могут быть приведены в действие вследствие ошибки и злой воли Этот символ можно сравнить с символом превращенных в свиней, колдуньи и церцей товарищей Одиссея Обратите внимание на то, что было делано Одиссеем для того, чтобы предохранить себя и освободить своих товарищей Он отказался от чаши очарования и повелевал колдуньей при помощи меча Церцея — это человеческая природа со всеми ее удовольствиями и приманками Мы должны победить ее для того, чтобы наслаждаться ей Таково значение мифов Гомера Этих священных книг древней Эллады, которые содержат все тайны восточного посвящения Медиум от природы является, следовательно, всегда действующим И всегда соблазняющим змием праздных желаний Которым мы должны противостоять при помощи постоянного подчинения Влюбленные, прожорливые, вспыльчивые или ленивые маги чудовищны Маг думает и желает Он ничего не любит по требованию Он ничего не отвергает в запальчивости Последние слова означают пассивное состояние А маг постоянно активен Неизменно победоносен Достижение реализации этого является сутью восточных наук Так, когда маг творит себя, великая работа является выполненной По крайней мере в том, что касается причины действия инструмента Великий посредник или естественный посредник человеческого всемогущества Не может быть побежден или управляем сверхъестественным посредником Который является освобожденной волей Архимед потребовал точку опоры вне мира, чтобы сдвинуть мир Точка опоры мага — это интеллектуальный кубический камень Философский камень азота Учение об абсолютном смысле и всеобщей гармонии Вследствие притяжения противоположностей Желать сильно, желать долго, желать всегда Но никогда не желать страстно задним числом Таков секрет силы И в этом заключается тайна магии, которую Тассо представляет в виде двух рыцарей Которые приходят, чтобы освободить Ринальда и развеять чары Армиды Они противостоят как соблазнительным нимфам, так и ужасным диким зверям Они царят без желания и без страха, и поэтому они и доживают до своего конца Следует ли из этого, что истинный маг внушает больше страха, чем любви? Я не отрицаю этого И пока познаются сладости благ жизни Воздавая должное милостивому духу Анакриона и его полное цветение Поэзии любви Я приглашаю достойного уважения ярого сторонника удовольствий Вспоминать трансцедентальные науки лишь как предмет любопытства И никогда не приближаться к магическому триподу Великие действия науки смертельны для чувственного удовольствия Человек, вырвавшийся из цепи инстинкта, прежде всего желает реализовать свое могущество в повиновении зверей История о Данииле в львином логове — это не миф Этот феномен во времена гонений зарождающегося христианства многократно повторялся в присутствии всего римского народа Человек редко опасается, животного которого он не боится Пули Жюля Жерара, охотника на львов, были магическими и разумными И только однажды ему довелось избежать настоящей опасности Он позволил робкому товарищу сопровождать себя И заранее, считая этого неблагоразумного человека обреченным, тоже испугался Правда, не за себя, а за него Многие скажут, что прийти к выводу, что сила в воде и энергия в характере — это естественное свойство, трудно и даже невозможно Я не отспариваю этого, но хотел бы заметить, что привычка может преобразовать натуру Воля может быть усовершенствована обучением И как все внутреннее и магическое, так и все религиозное, церемониальное Не имеет другой цели, кроме как проверять, упражнять и приучать волю с настойчивостью и терпением И чем труднее упражнение, тем значительнее его результат Что мы могли бы уже понять, продвинувшись в нашей работе достаточно далеко Если до сих пор невозможно управлять явлением гипноза То это только потому, что посвященный и действительно освобожденный оператор еще не появился на свет Кто может похвастаться, что он таков? Всегда ли у нас есть шанс завоевать себя? В то же время бесспорным является то, что природа будет повиноваться знаку и слову того, кто достаточно силен Чтобы не иметь ни малейшего сомнения в том, что она ему покорится Я говорю, что природа будет повиноваться Я не говорю, что она будет противоречить себе или нарушать порядок Исцеление нервных заболеваний словом, дыханием или контактом Воскрешение в определенных случаях Сопротивление порочным желаниям Этого достаточно, чтобы разрушить и смутить убийц Даже частичное делание себя невидимым путем затуманивания зрения тех, кого необходимо избежать Все это естественное действие проецирования или отвода астрального света Маг-гипнотизер способен управлять природным медиумом И, следовательно, тем астральным телом, посредством которого наша душа общается с нашими органами Он должен сказать материальному телу Спи! И звездному телу Снись! А затем вид видимых вещей изменяется подобно видениям, вызванным действием Гошиша Считает, что Калиостро обладал такой силой, но усиливал ее действия при помощи окуривания и благовоний Однако его истинные, природные, гипнотические способности не нуждались в этих вспомогательных средствах, вредных для разума и разрушающих здоровье Астральный свет проецируется взглядом, большим пальцем и ладонью руки Музыка — это мощный помощник голоса Звуки скрипки или гармоники усиливают воздействие человеческого голоса Пациент, которого предложено подчинить, подготовлен И когда он наполовину оцепенел, его окутало очарование от музыки и проникновенного голоса оператора Руки его вытянуты вперед Ему приказывают спать или смотреть В это время им можно управлять вопреки его воле Чтобы он не мог сопротивляться, пристальный взгляд должен быть направлен на него Один большой палец расположен на лбу между глаз, а другой — на его груди Прикосновение должно быть легким И в этот момент нужно медленно вдохнуть и снова выдохнуть, повторяя тихим голосом Спи или смотри